Добро пожаловать в Дурное влияние! Если вы когда-нибудь копировали игру, вы нарушили закон. На этой неделе мы объясняем права и недостатки пиратов. И наш главный обзор — «Сафари Йоши по селкам». Да, наконец-то еще одна суперскоп-игра. И как я использовала компьютер для создания стильного платья «Бэт Инфланс»? Но, во-первых, вы когда-нибудь воображали себя телевизионным режиссером? Вы когда-нибудь воображали это? Тогда зайдите сюда. Что касается режиссуры, то именно здесь все и происходит. Режиссура и телевидение — это легкая работа. Вы сидите в таком кресле, смотрите наряд монеторов и позволяете микшеру видения делать все это за вас. Брэнда — наш микшер с плохим зрением. И она использует этот замечательный банк, который переключает кнопки, чтобы выбрать то, что вы видите дома, будь то камеры, телефон, зяты из Америки, обзоры или что-то еще. Так как же тогда все это работает? Верно, это основной разрез. Мы представляем себе изменения. Это смесь, в которой все растворяется. Верно. Это салфетка. Это хорошо. Немного более джазовая салфетка и еще более приятная. Потрясающе. Честно говоря, сведение видео — одна из самых сложных работ на телевидении. И если у вас есть некокомпакт-диск, вы можете попробовать его прямо сейчас дома. Эта система позволит вам создавать собственные поп-промо-ролики или видеоролики для CNC Music Factory. Она содержит видеоматериалы из собственных видеороликов на CNC, а также какие-то дурацкие черно-белые кадры из винтажных фильмов. Установка очень похожа на то, что у нас есть в галерее здесь, но в меньшем масштабе. Картинки внизу — это то, из чего вам нужно выбрать ABC, а картинка вверху — это то, что вы записываете. И вы просто перебудете между ними, нажимая ABLC на своем контроле. Итак, у нас есть ABC. Есть также эффекты прямо как в настоящем телевизоре. Вы можете разрезать картинку вот так, а можете сделать ее размазанной вот так. И вы даже можете вставить текст в песни, если хотите. Это немного примитивно, и это очень быстро надоедает, особенно если вам не нравится музыка CNC Music Factory, а я вовсе не их самый большой поклон. Есть и другие доступные диски с музыкой из NXS и Chris Cross, но единственная разница между этими дисками и этим — это песни. И самое худшее, что вы вообще не можете ускорить процесс, на это уходит целая вечность. Вы должны просмотреть видео до конца, когда вы его снимаете, а затем до конца. На самом деле это не блестяще, но есть моя команда по мишированию effort-мижек. Что мы думаем? Что же большое спасибо. Хорошо, тогда мы будем стоять у второй камеры рядом с Вайлентом. Переходите к второй камере Кью Вайлентом. Если у вас есть один из них — суперскоп для SNES, вы, вероятно, сможете поиграть в те же старые игры, что и на прошлое Рождество. Тогда внимательно посмотрите на наш главный обзор Yoshi Safari — первую совершенно новую суперскоп-игру за последние века. Приветствую вас! Людям, которые изначально купили суперскоп, пришлось очень долго ждать новой игры. Это конец босса второго уровня. Чтобы уничтожить его, вам нужно выстрелить в розовую сферу у него на спине, а также в зеленые огненные шары, которыми он стреляет в вас. На уничтожение уходит целая вечность, как и у всех других боссов в этой игре. Через некоторое время это становится действительно очень скучно. Герой прошел третью стадию. Ворота, которые я собираюсь взорвать, позволяют мне выбирать разные маршруты, чтобы закончить уровень. Я также должен перепрыгнуть через эти ледяные барьеры. Если вы на самом деле не совершите прыжок, то поскользнетесь на льду, и это довольно сильно отнимет у вас энергию. Игра прокручивается, как Mario Kart, но играть в нее и близко не так весело. В этой игре ничего не нужно делать, кроме как стрелять. Это определенно лучшая игра на суперскопе на сегодняшний день. На самом деле, мало что можно сказать, если вы видели другие. В целом, это действительно утомительная игра. Это хороший взрыв, но не очень сложный. Это первая приличная игра для суперскопа, написанная в соответствии со стандартами других игр Mario. Итак, окончательные результаты Safari. Девочки поставили ему отличные 4 балла из 5, но мальчики получили в среднем только 3 балла из 5. Здравствуйте, унылые футлеры. У меня действительно депрессия, и я написал блюзовую песню. Я проснулся сегодня утром весь, стонканный на простынях. Я проснулся сегодня утром, готовый совершить несколько обманов. Я чувствую себя очень плохо, это так грустно, да. Я в ярости, так что вот чит для достаточно крутых игр на SNES. Все, что вам нужно сделать, это нажать пуск, чтобы перейти к экрану выбора режима, вот так. А затем нажать влево, 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 вправо, вправо и затем влево 7 раз. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, и теперь вы можете прокручивать всех персонажей вот так. Блестяще! Какой отличный обман! Проснулся сегодня утром такой счастливый. На самом деле я был действительно подавно. Хорошо, дети, разозлите их так сильно. У меня есть два зола за пятерку, и я потираю себя. Четыре. Нет, три, два фунта, два фунта, и я дам на пяти пятерку. Нападение на мальчика в футболке. На самом деле копирование дисков запрещено законом, не говоря уже о продаже копий. Да, я просто пошутил. На самом деле, Вайлит права, ПРС, мы противозаконим, и у вас могут быть серьезные неприятности, если вы в это впутаетесь. Это было организованной полицией на распродаже автомобильных багажников в прошлом году. Рынки и продажи автомобильных багажников – основной рынок цены пиратских игр, и это большой бизнес. На данный момент в этом году изъято 47 пиратских дисков. Программисты придумали различные способы защиты своего программного обеспечения. Конечно же, есть колесо кода, и мы все потратили много часов на то, чтобы полистать руководство в поисках ключевых слов. В программное обеспечение также встроена защита. Встроенную защиту можно отключить. Хотя этот диск защищен от копирования, программа копирования, подобная этой, может скопировать все, что на нем, на чистый диск. Результат – идеальная копия, но с сохраненной защитой. То, что я только что сделала, строго незаконно. Поэтому я собираюсь уничтожить диск с копией. Это порочный труп. Люди говорят, что игры слишком дорогие, но производители игр говорят, что на каждую дискету проданную по полной цене в магазине приходится 8 или 9 экземпляров в обращении. Вот почему все меньше и меньше игр разрабатывается для таких дисков. И если у вас дома есть какие-нибудь копируемые игры, вы тоже нарушаете закон. Так что вот что вам следует с ними делать. Выбросьте их в мусорное ведро. Я решила заняться модным бизнесом и создать свое собственное платье плохое влияние. Это важнейшая часть процесса. Никола приковала меня для прототипа моего нового дизайна. Это всегда делается из этой простой ткани, так как настоящая ткань слишком дорогая, чтобы рисковать разрезать ее, если она не подходит. Однако здесь, в Ноттингемском университете Трента, они сводят к минимуму риск ошибок, так как большая часть процесса компьютеризирована. Ранее я начала проектировать это платье, не только его форму, но и рисунок на ткани. Рисунок на ткани тоже. Я использую наш логотип Блэд Инфлуэнс для создания нового дизайна. Сначала я сканирую его в компьютер. Затем он готов для меня, чтобы поиграть с ним и разместить в любом месте, где я захочу. Я решила повторить этот дизайн, и теперь я могу проверить, как будет двигаться ткань. Следующий шаг – отправить его на специальный принтер, который распечатает прямо на ткани. А теперь самая интересная – разработка формы платья. В этом программном обеспечении уже есть библиотековый крек, так что я могу выбрать тот, который близок к тому платью, которое я хочу, и изменить его в соответствии с костюмом. Во-первых, я вижу, как будут выглядеть кусочки в трехмерном изображении. Мне не нравится форма здесь, поэтому я вернулась к плоским кусочкам рисунка, чтобы изменить их. Я определенно укорачиваю длину и хочу изменить положение выточек и форму выреза. Наконец, я проверяю, как рисунок на ткани будет совпадать с соединениями, поэтому я не трачу в пустую ткань, когда вырезаю ее. Прелесть этой программы в том, что я могу нарисовать для себя свои собственные персонализированные фрагменты рисунка. После всех этих приколов Николас решил окунуться в работу и вырезать настоящую ткань. Она намного увереннее в себе, чем я. Единственная часть всего модного бизнеса, еще не тронутая компьютерами, это модель для подиума, но даже это скоро изменится. Это Глория. Она не стоит ни руки, ни ноги, и у нее нет истерик. Она также немного странно ходит, но для этого есть веская причина. Когда исследователи из Ноттингема начали создавать Глорию, единственными визуальными ссылками, которые они смогли найти, были эти фотографии, сделанные более 100 лет назад пионером кинематографа по имени Эдвард Майбридж. Они вели каждый кадр по отдельности в компьютер и придумали Глорию. А также подиум, ракурсы съемки и освещения. И у вас есть новый революционный способ моделировать одежду. И теперь Глория совершенствуется. Когда мы взяли модель, построенную снаружи, она немного похожа на куклу Синди или боевика, и все движения скорее пластиковые и деревянные. Итак, что мы делали, так это оживляли тело, беря скелет и заставляя скелет ходить, добавляя плоть к этому скелету, добавляя мышцы к плоти. И тогда мы видим, что, например, когда голова поворачивается, мышцы шеи будут двигаться вместе с телом. Все намерение состоит в том, чтобы сделать это плавным, сделать наши движения как можно более естественными. Возможно, нам с Глорией предстоит пройти долгий путь. Но берегитесь, Наоми Кэмпбелл, у вас есть конкуренция. Да, я не думаю, что толстяк Жан-Поль гадит. Я думаю, что у меня слишком много поводов для беспокойства, не так ли? Конечно. А теперь новости и анонсы на этой неделе. Владельцы Mega Drive могут помочь благотворительности в следующем месяце. Sonic 2 и 4 другие топовые игры будут объединены за 50 фунтов стерлингов. Вырученные средства идут в Шилдерный фонд Принца. Индиана Джонс и Кошмар Барта тоже там, но пакет будет доступен только в магазинах Диксона и Уорта. Если вы хотите, чтобы вас считали подлым, когда вы играете в свои игры, нет смысла пускать ему вокруг. Нет, нет. Вам нужна новая игровая одежда от Юти Шута. И кому лучше попробовать это, как не нашему собственному супер-ботанику или Биану? Постройте его как одежду для экранных воинов. В него входят куртки, сумки, шляпы и толстовки с изображением этого крутого чувака. И вот как это выглядит. Вы никогда больше не будете ботаником, Нэм. Нет, правда. Rally Rack стартует в эти выходные, а вместе с ним и последняя версия сетевой игры Q-Rack Rally для ПК и Amiga. У вас есть выбор автомобилей с различными характеристиками, а также оцифрованное видео самого мероприятия. Весь реализм без грязного ки-лаундж. Еще раз здравствуйте, Машонка без шерсти. Одежда очень важна. Они что-то говорят о вас. Моя одежда, например, говорит «Привет, модный парень». Одежда Вайли говорит «Эй, посмотрите на мою забавную прическу». А одежда Энди говорит «Ой, выпустите нас отсюда». Я шью совершенно новую модную куртку смехом. Это здорово. Здесь есть карман для карандашей и щипчиков. Здесь есть специальный карман для моей дешевой книжки. А здесь всякие мелочи и отдельные карманы для жеваных и непрожеванных конфет. Здесь есть место для хранения моих головных кубов. Верно, пришло время для моего первого модного обмана. Это для Джеймса Понда 2 на Amiga. Теперь на любом из водных экранов просто введите «Русалочка Элит». И теперь для вас будут открыты не только все уровни, но и всякий раз, когда вы нажмете кнопку возврата, вы сможете стать непобедимым. Эй, я думаю, отличное время немного подкрепиться. Верно, не используемое. Нет, я оставлю это на потом. Да, используемое. Бой, еще двое. Энди Вайт, не хотите ли поделиться мятной конфеткой? Я думаю, что предпочитаю, которые в мятном состоянии. И поэтому перейдем ко второй части. Мы с вами не можем копировать картриджи. Для начала, вы не можете получить все холостые патроны. Но взгляните на эту небольшую партию. Это небольшая партия, за исключением трех – все поддельные патроны. Имейте в виду, некоторые из них легче обнаружить, чем другие. Оба они претендуют в название «Войн – суперзвезд для ловушек», но никаких призов за угадывание, где оригинал, а где подделка. Это настоящее, а это подделка. Просто посмотрите на этикет. Это ужасно. Хотя с этим Человеком-пауком для игрового снаряжения становится немного лучше. Это настоящий Человек-паук. Это подделка. Но это хорошая фотография. С короткой все в порядке, но это совершенно не тот сейк и не того размера. Лучшая подделка, которую я когда-либо видел, это, наверное, для Олимпийского золота для Mega Drive. У них правильная упаковка, у них характерная сетка, похожая на Sega. И у них есть картинка спереди, хотя она слишком большая. А внутри сам картридж выглядит точно так же, как тележка Mega Drive, хотя инструкции нет. А в случае с поддельными играми, инструкции встречаются очень редко, и иногда вы получаете ксерокопию на четырех листах. Чего не хватает во всех подделках, так это слова Sega и Nintendo. И это потому, что нарушение авторских прав на логотипе является большим преступлением, чем производство поддельных игр. И будьте осторожны, если вы используете поддельную тележку, это может взорвать вашу систему. Мы купили это в Пакистане, и вы можете купить это здесь, если знаете где искать. По сути, оно копирует вашу игру с картриджем на дискету. Затем вы можете избавиться от своего картриджа и поиграть в игру с дискетой для вашего SNES. Это очень простое в использовании и крайне незаконное устройство, как и другие так называемые устройства резервного копирования, продаваемые различными сомнительными персонажами. Ой, я не собираюсь демонстрировать это устройство. На данный момент производители благодаря этому на шаг опережают пиратов. Компасы диски относительно дешево в производстве, и на данный момент их практически невозможно скопировать. Хотя мы слышали, что на Дальнем Востоке уже есть несколько нелегальных копий игр Mega CD. Мораль этой статьи проста – не копируйте программное обеспечение. Это незаконно, это врасло, и вас могут привлечь за их ответственность. И это делает игры более дорогими для всех. И если вы столкнетесь с программным обеспечением Doggy, не покупайте его, сообщите об этом в местное управление торговых стандартов. А теперь несколько официальных обзоров игр. Начните свою собственную церемонию вручения премии Оскар с новым героем платформы для Амиго. Оскар – милый маленький мальчик неопределенного происхождения, который оказывается в мире голливудской мечты. Вот Анджела. Это блестящая идея для игры. Все уровни представляют разные типы фильмов. Это уровень ужасов. В нем вы в любом случае должны собрать 15 Оскаров за этот уровень. И когда вы найдете их все, вам придется пойти к Лэперу Барду. Я просто забираю свою игру. Это единственное оружие, которое вы получите. Им можно убивать тварей или лисеть на стенах, что довольно сложно. Этот слон позволит мне вернуться сюда, когда я умру. Я только что получила премию Оскар. А это зелье позволяет мне стать невидимой. Но это трудно, потому что я не вижу, где нахожусь. В этой игре есть все. Хорошая графика, новый блестящий герой и отличная играбельность. В нее было вложено много времени и усилий, и это видно. Это отличная идея для игры. Персонаж очень привлекательный и очень хорошо двигается. И баллы на премию Оскар, как девочки, так и мальчики присудили ему высшие оценки. Пять из пяти. Последний герой боевика – это переделка фильма для Game Boy. Фильм был немного неудачным. Как складывается игра? Вот Энди. Это, по сути, потрепанный платформер, слабо основанный на фильме «Последний герой боевика». Я играю персонажа Швакцинега, который является киношным деткам, попавшим в ловушку реального мира. Ему нужно собрать эти билеты, чтобы он мог получить огнетушитель для дальнейшего продвижения в игре. Чем больше билетов, тем больше огнетушителя в казарме. Здесь злодеи – это просто платная игра. И не могут атаковать его только двумя ходами. Графика слишком детализирована и сложна для Game Boy. И я перепрыгиваю через пропасть – убейте еще одного злодея. Перепрыгните через пропасть – убейте еще одного злодея. Это просто слишком однообразно. Это худшая игра Game Boy, в которую я когда-либо играла. Это слишком сложно. Это трудно понять. Есть много лучших бит-эмапов. Это хорошее развлечение, но слишком тяжелое. Такого рода игры не работают на Game Boy. Эта игра слишком амбициозна для Game Boy. Она просто не может справиться со всем действием на экране сразу. И оценки за героя последнего боевика. Первый раз в истории мальчики и девочки далеки ужасную оценку из пяти. Похоже, что мы пропустили один год. Привет, скрафтлеры. Это мое последнее изобретение – дубликатор Руты. Это машина, которая делает точные копии чего угодно, и я как раз собираюсь ее протестировать. Верно. А теперь отойдите в сторону. Отойдите. Потому что я не знаю, как далеко простирается область применения. О нет! Я недооценил область применения. Нет, 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 нет. Это я так и сделал. Нет, 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 нет. Я настоящий Намруд. Нет, 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 это я. Вы всего лишь слабая копия. Если вы оригинал Намруди, докажите это. Сделайте жульничество. Правильно. Я так и сделаю. Это для Fatal Fury на Mega Drive. Когда вы проигрываете бой и появляется экран продолжения, все, что вам нужно сделать, это удерживать нажатые клавиши вверх, вот так и нажимать ABC одновременно. Отпустите и продолжайте делать это до тех пор, пока не наберете максимальное количество кредитов. Девять. Ха-ха-ха. Моя уловка сработала. Пока вы хитро отвлекались, я поменял поле местами. Привет. До свидания, фальшивый Вьетнам. Три резкие причины ничего не копировать. Если вы хотите прочитать дату взрыва, включите свой видеообнитофон прямо сейчас. Призом конкурса на прошлой неделе была куча вкусностей супер-женщины вместе с игрой-ловушкой. И вопрос был в том, что означает акваланг? Ответ – автономный подводный дыхательный аппарат. А победителем стал Кристофер Харрингтон из Лондон Кристофер. Десять занявших второе место также получат футболки. И ваши имена сейчас появятся на экране. Молодцы. Приз конкурса на этой неделе – куртка героя последнего действия, портативный CD-плеер и саундтрек – фильму героя последнего действия. А также мы собираемся добавить последний блюзовый компакт-диск «Намруда». Сейчас вопрос довольно сложный. Теперь мы все знаем, что Арнольд Шварценеггер, звезда фильма «Последний герой боевика», родился в Австрии. Но мы хотим знать, в каком городе Австрии он родился. Звоните по телефону 890 на 17100. Звонки будут стоить не более 25 пенсов. Но убедитесь, что вы получили разрешение от того, кто оплачивает телефонный счет. Линии закроются в полночь в понедельник. Разве не было бы здорово, если бы во время игры вы не были привязаны к своей консоли? Если бы, например, вы хотели побродить вокруг и поздороваться со съемочной группой, или узнать, попало ли третья камера в фокусе с ним? Нет, конечно, нет. Теперь вы можете это сделать благодаря этой новой системе с двойным турбонадулом. Она работает точно так же, как ваш телевизор или пульт дистанционного управления видео. Инфракрасные сигналы посылаются отсюда с телефонной точки. Итак, вот эта маленькая коробочка приемника, которую вы подключаете, куда вы подключаете свои обычные панели укропления для Mega Drive. Так что теперь вы можете просто вставать и ходить. И она тоже поставляется со вторым контролем. Такая необычная игра для двух игроков. Да, я побью вас снова. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok